Сегодня новое руководство футбольного клуба Новосибирск озвучило задачи на будущий сезон. Играть команде предстоит в совершенно новых условиях. Структуру футбольной лиги изменили кардинально. Мой коллега Александр Шурудила подробно о планах и трансферной политике новосибирского клуба. Цели футбольного Новосибирска, выход в ФНЛ и возвращение зрителей на трибуны в первом сезоне клубу выполнить не удалось. Решить спортивную и имиджевую задачу теперь призван Андрей Перлов, ранее работавший в городском департаменте спорта. Помимо генерального директора, нового руководителя получит и клубная академия. По их специалиста завершится в ближайшие недели. А вот главный тренер Сергей Кирсанов, так и не успевший проявить себя в клубе из-за отмены чемпионата, получит новый шанс и контракт до конца года. Поручено сейчас как раз подбирать игроков, определиться своим штабом, кто у него будет работать, в том числе начиная от массажистов, врача и помощников. То есть все предложения мы услушиваем, рассматриваем. То есть тренер должен работать комфортно и получить те условия, чтобы не было потом вопросов, что я хотел вот так, планировал вот это, а мне это не дали и поэтому нет результата. Задачу выхода в ФНЛ с команды по-прежнему не снимают, так что в Новосибирске ждут игроков соответствующего уровня. При этом акцент планируют сделать на футболистов, уже выступавших в Сибири. Что касается бюджета, сумма в 250 миллионов, озвученная годом ранее, практически не изменилась. Там есть некоторые корректировки в связи с той эпидемиологической ситуацией, но они абсолютно затронули не только профессиональные клубы, они затронули и наши государственные учреждения, то есть спортивные школы в плане корректировки несколько в меньшую сторону. Незначительно, скажем так, сегодня бюджет у клуба, можно так сказать, сохранен. При этом выступать клубу предстоит в совершенно новой лиге. ФФЛ изменит структуру. Теперь все команды разделят лишь на четыре группы, в каждой будет порядка 15 клубов. Это означает повышение конкуренции и дальние перелеты. Сейчас будет гораздо сложнее. Я думаю, всем понятно, что играть здесь в зоне Восток при шести командах и их уровне – это одна игра и одна песня. А играть там, где половина команд уровня ФНЛ уже находится, практически играющие во многих дублирующихся составами команд Премьер-лиги – это совсем другая песня. В предстоящем сезоне офис клуба вернется на стадион «Спартак», хотя тренировки и некоторые матчи будут проводить в том числе на базе «Динамо». Рассматриваются и актуальный для болельщиков вопрос переименования команды. Сейчас идут переговоры о возможном возрождении бренда «Сибирь». Александр Ширудила, Тарас Тарасов. Новости ОТС. Александр Ширудила, Тарас Тарасов. Новости ОТС.